Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Маша и добро пожаловать на мой YouTube канал. И сегодня у меня наша редкая рубрика на моем YouTube канале, называется «Крашусь и болтаю». Я сегодня буду делать макияж под всеми нам интересную какую-нибудь тему. В данном случае сегодняшняя тема, я бы хотела затронуть такую тему о дружбе. Я бы хотела поговорить о токсичных подругах или о токсичных друзьях, как бы применяете уже на себя, у кого друзья, у кого подруги. Эта тема очень актуальная, очень интересная. У меня было очень много запросов на нее, чтобы я обсудила дружбу, потому что всех нас когда-то рано или поздно кто-то предавал, кто-то обижал, кто-то подставлял. Это касается нас всех. В общем, без лишних предисловий, начнем макияж и начнем рассуждать по этому поводу. Так, прежде всего, мне понадобится, вот я абсолютно без макияжа, а перед нанесением тональной основы я увлажняю лицо праймером. Вот такая вот штучка, праймер фирмы Spivac, праймер ойл для лица, масло органа. Вот, я уже в одном из видео показывала это маслице. Вот мы сначала его как бы увлажняем. В принципе, про дружбу мы на моем канале уже неоднократно говорили, просто в видео, на стримах мы эту тему обсуждали, но эта тема никогда не утратит своей актуальности. Она всегда будет, ну то есть всегда есть, что будет обсудить на эту тему. Вот видите, увлажнила, вот она так вот немножечко ужирнилась. Вот. И на эту тему меня, знаете что, сподвигло? Недавняя переписка, недавние дебаты в комментариях под моим последним видео про маньяка. Вот. У нас возник такой горячий спор, дебаты. И, то есть, главная мысль о том, была в этом видео, что изнасиловали двух маленьких девочек восьми лет. Ну, изнасиловал, да. Как бы, неважно при каких обстоятельствах это случилось. Неважно, что девочки ушли гулять сами далеко. Как бы, это всё не имеет значения. То есть, их изнасиловал взрослый, половозрелый, совершеннолетний мужик. Вся ответственность и вся вина лежит на этом мужике. Это нелюдь. Вся ответственность, он во всём виноват. Не девочки восьмилетние, которые сами без спроса ушли гулять далеко. Они могли бы куда угодно пойти. Они не виноваты в том, что их изнасиловали. Они не виноваты в том, что их изнасиловали. Ещё раз это повторяю. Меня эта тема просто вот взбесила. И нашлись же в комментариях такие неадекваты, которые умудряются написать, что типа, ну вот они сами виноваты. Ну просто меня это до такой степени просто бомбит, злит меня, аж внутри вот так вот всё дрожит. До какой степени я... Как, как? Ну неужели как вы не понимаете, что девочки ни в чём не вето? Вот чего они туда попёрлись? Что типа вот они, ты-ты-ты-ты-ты. Как вы можете это... Этому нет оправдания. Это никак нельзя объяснить, куда бы они ни пошли. И то есть, ими в комментариях, в общем, я чуть-чуть отошла от сути, но я просто хотела пояснить вам эту ситуацию. Я оставлю ссылку на это видео, чтобы вы поняли. Где-нибудь вот в этом углу, вот, вы посмотрите это видео, почитайте комментарии, и вы уже поймёте, в чём суть. И в общем, под этим видео мы сцепились в комментариях с одной девушкой, которая начала нам доказывать такую вещь, что типа, вот они сами виноваты, типа, чё попёрлись? В смысле, сами виноваты? А что, педофил-насильник ни в чём не виноват? Он ни в чём не виноват? До каких пор в нашем обществе будет вот это вот виноватить жертву? До каких пор? Я постоянно об этом говорю, 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 и постоянно находятся неадекваты, которые пытаются меня переубедить в чём-то обратном. Вы меня не переубедите. И в общем, эта девушка мне очень сильно напомнила, вот вы знаете, это вот такой тип людей, как говорится, а баба-яга против. То есть, что бы ты ни сказала, на что бы ты ни пожаловалась, какую бы страшную ситуацию из своей жизни или из жизни своих знакомых ты ей рассказала, с чем бы ты ей не поделилась, она всё равно заведомо будет ни на твоей стороне, ни тебя поддерживать, а там кого-то там, кто тебя обосрал, кто тебя обидит, вот она будет на той стороне. И вот эта вот девушка в комментариях, она мне так напомнила одну мою подругу, которая вот абсолютно такая же. Абсолютно такая же. Так, чуть-чуть праймер впитался. Теперь мы возьмём вот такой вот тональный крем, что это Maybelline Fit Me. Вот такой вот оттенок. 104 ванильно-бежевый. Вот так вот я на пальчики наношу. Закручиваю. И вот такими вот тык-тык-тык-тык-тык. Потыкала. Как бы эта девушка, с которой мы сцепились в комментариях, я её уже забанила, потому что, ну, я не хочу, чтобы мне ещё на моём YouTube-канале вместе, в том месте, где я отвожу душу, потому что YouTube-канал это моё детище, это моя любовь, это моё, как ты, это моё хобби, это я отвожу душу, когда я этим занимаюсь. Я не хочу, чтобы мне портили нервы и портили настроение ещё здесь, в моём хобби, что касается моего хобби. И я эту девушку заблокировала. Как бы мне не надо вот эти вот высеры слушать, что виноваты две восьмилетние девочки. Так вот. И мне вот эта вот подписчица очень сильно напомнила мне одну мою бывшую подругу. Вот она тоже всегда была против. Что бы ты ни сказала, чем бы ты с ней не поделилась, как бы ты вот ей там вот приходишь, допустим, жалуешься, рассказываю, допустим, реальную историю. Меня оскорбил один мужчина в переписке. Познакомилась я на сайте знакомств мужчины, он мне нахамил в переписке и сказал типа, вот ты красивая, ну вот да он той вот моей бывшей тебе далеко, вот она вот прям супер красивая инстадива, а ты как бы так середнячок. Мне это было, ну, обидно, да? Я поделилась вот этим вот своей обидой с вот этой своей бывшей подругой. И знаете, что она мне на это ответила? Не, Маш, ну а что ты хотела? Он что, тебе ноги целовать должен? То есть вы понимаете, о чем речь? В чем суть, что я хочу до вас донести? То есть какое бы говно тебе не сделали, как бы тебя не обидели, не унизили, ты с этим приходишь к своей подругой, ты ищешь в ней поддержки, чтобы она тебя поддержала, не знаю, пожалела, просто сказала, Маша, вот ты хорошая, а они все мудаки, потому что нам в дружбе вот это и надо, поддержка и взаимопонимание, да? Ты приходишь к своей подруге и говоришь, вот мне насрали на голову, а она тебе говорит, не, ну а что, ну как бы, ну а имели право, у нас свобода выбора, ну нас раз, а что ты хотела, господи, что здесь такого? То есть она тебя не поддерживает, понимаете? Казалось бы, да, вот на первый взгляд, что здесь такого, да? Ну она же тебя напрямую не оскорбила, не унизила, не предала, ничего такого, да? Но это так, когда вот такие вот вещи, вот такие вот высеры повторяются из раза в раз, из ситуации в ситуацию, из ситуации в ситуацию. И в общем, когда она мне сказала вот эту фразу, типа, ну а что? Он тебя что, ноги целовать должен? Я и говорю. Слушай, а если бы ты вот так вот с парнем бы познакомилась, бы вы бы общались, он бы тебе нравился. И тут он тебе говорит такую вещь, типа, ты красивая, но вот до той, вон тебе далеко. Что бы ты ему сказала? Я бы ему сказала, иди на. А, то есть, значит, когда в твоем случае, это было бы обидно. А в моем случае, что он мне ноги должен целовать? Ну подумаешь, сказал, а что здесь такого? То есть, вы понимаете, до какой степени это токсичность? Вот, беру консилер девочки, забыла сказать, Vivienne Sabo консилер. Вот, он получается на тон светлее моего основного тонального крема, и я высветляю темные участки под глазами, носогубки. вот высветляю. Вот, ну вот, вот так вот вдоль носика провожу, точечно, где есть какие-то высыпания. Ну, у меня уже почти таких вот нету красных высыпаний. вот такая вот история. То есть, вы понимаете, это такая токсичность, и я всегда замечала, что с этой подругой что-то не то, как бы я подсознательно чувствовала, потому что, когда нам что-то кажется, нам не кажется, девочки, запомните это, и мальчики, и небинарные персоны. Вот, то есть, я всегда чувствовала, что что-то в ней не то. За, за те несколько лет, что мы с ней общались, дружили, я ни разу не видела ее, чтобы она плакала. я ни разу не видела ее, чтобы она вот прям вот была как-то сильно тронута чем-то, чтобы вот нотки ее души чем-то затронулись. То есть, она как-как бесчувственная какая-то, вы понимаете? Может быть, сейчас вот, ну, эмпаты меня поймут, эмпаты, которые чувствительные, высокочувствительные люди, которых вот так вот щелкни, а они уже плачут, как бы, они меня поймут, потому что я сама такая, я общительная, я эмоциональная, я эмпатичная, я как бы могу легко заплакать, могу легко рассмеяться, это в моей натуре так. Вот. А те люди, которые не эмпаты, которые, знаете, такие черствые, такие вот, знаете, холодные, расчетливые, прагматичные ум такие, они, может быть, меня не поймут, но, но в этой категории людей есть вот прям токсичные люди, которые по капельке, по капельке, так незаметненько тебя унижают, оскорбляют, оскорбляют, а бывают просто, ну просто они не плачут, ну вот такие они, да. Так вот, и вот эта вот токсичность, вот подобного рода, а баба-яга против, она проявляется постоянно, постоянно. Все, я растушевала консилер, теперь делаю небольшое контурирование, вот беру такой вот светло-коричневый оттенок, втягиваю щеки, и вот вдоль вот этой складки, как бы линию такую рисую, потому что сначала ты общаешься с таким человеком, дружишь, дружишь, думаешь, ну ладно, ну такой человек, просто он не очень эмоциональный, ну так же вот хороший же человек вроде, ничего плохого не сделал, но он сделает, он сделает обязательно плохое, он потом подставит, он будет врать, он будет какие-нибудь сплетни про тебя разносить, то есть в итоге получится, что этот человек, ну не очень хороший друг, так скажем. Что бы ты не сказала, допустим, какой бы ты своей бедой, каким бы ты своим переживанием не поделилась, она скажет, что тот человек прав, тот хороший, а вот ты что-то вот перегибаешь палку, ты что-то вот как бы, ну накручиваешь. Или как вот, допустим, мы обсуждали одного парня, обсуждали мы одного парня, общего нашего знакомого, этот парень сначала пытался подкатить ко мне, вот пытался он подкатить ко мне, там как бы, ну мы с ним гуляли, за ручку держались, как бы такое, знаете, вот, ну пару недель погуляли как-то в общей компании, вот, но я не захотела никаких отношений с ним дальнейших строить, потому что, ну он прямо признался в том, что он как бы гулящий, ну гулять, ну как бы любит давать, там, что он всех перее**ал, вот он прям так и говорил, как бы, ну меня это отпугнуло, то есть как бы, я не хочу быть одной из списка, которых, которую он перее**ал, ну то есть, я не хочу входить в эти списки, и вот с такими мужчинами-шлюхами я стараюсь не связываться, я уже неоднократно говорила, и девочки, и вам не советую, вот, и постоянно, когда вот этот вот парень, что-то там сделал какую-то ерунду, или вот, ну ничего такого в принципе не сделал, просто наше общение прекратилось, и как-то раз мы приходим в одно место, видим его в общей компании, вот, он какой-то, он был такой пьяный, просто вдрызг, просто отвратительно, с него штаны спадали, он какой-то, ну, кошмарно выглядел просто, у него глаза просто в разные стороны смотрели, расплывались, и как бы он ничего не соображал, и я так села, и рассказываю своей подруге вот этой, думаю, боже мой, как же мы опустились, как же мы деградируем, ну что-то в этом роде, я, господи, типа, как я могла дальше, как он мне мог раньше нравиться, ну вот что-то такое я сказала, и значит, это моя подруга, начинает говорить, типа, ой, Маш, не обесценивай, ты сейчас его обесцениваешь, там, ну, допустим, его зовут Эдик, Эдик хороший парень, он хороший, он правда классный, он интересный, он веселый, а ты его обесцениваешь, а ты его обесцениваешь, не обесценивай, я говорю, в смысле хороший, в смысле, посмотри, он нажратый в хлам, как он, он себя вел просто в тот вечер отвратительно, он танцевал медленный танец с одной девушкой, потом эту девушку кинул, танцевал с другой девушкой, а та девушка, которую он кинул, стояла вот так вот в дверях, плакала, то есть, ну, там просто абсурд, абсурдом погоняет, и мы смотрели эту ситуацию, и он сам рассказывал, что он, я блядун, я типа, я всех переебал, я тут такой весь мачо, про меня тут плохая ходит, репутация, ну, потому что, типа, я такой мачо, я просто смотрю на вот это недоразумение, и такая, думаю, боже, как можно так деградировать? И она мне говорит, Маша, не обесценивай, ты сейчас обесцениваешь, ты сейчас обесцениваешь, то есть, вы понимаете, да? Я говорю, а ты сейчас, говорю, выгораживаешь мудака, полнейшего, полнейшего, ну, как бы, и всё, и она замолчала, ей больше нечем было крыть. Так, вот мы тон нанесли, теперь мы будем рисовать брови, давайте нарисуем сначала брови, вот карандаш Vivienne Sabo, оттенок 001, ну, это такой светло-коричневый, потому что я светлая блондинка, рисуем брови, вот, короче, и вот эта вот вся фигня, она прослеживалась во всех моих каких-то разговорах с ней, что бы я ни сказала, она говорит, она говорит против, как бы я, чем бы я с ней не поделилась, она примет сторону того человека, который меня обидел. И постоянно, ты преувеличиваешь, Маша, ты преувеличиваешь, ты преувеличиваешь. Я говорю, в смысле я преувеличиваю? Я что, ты за кого меня держишь? За идиотку полную? То есть, ну, это просто невыносимо было, девочки. Ну, потом, как правило, выяснилось много новых интересных подробностей обо мне, что человек не очень лицеприятные вещи говорил за моей спиной. То есть, в итоге, как бы, вот это все ее обесценивание до этого, оно как бы и, как бы просто оно показывало, оно намекало мне на то, что Маш, человек токсичный, Маш, не тот человек, с кем надо дружить, с кем надо общаться, Маш, ну, как бы, ну, задумайся, обрати внимание, Маш, такой, нет, нет, она хорошая, она хорошая. А потом, видите, в итоге вот она и оказалась нехорошей. Я ей, когда говорила это, она говорит, нет, Маш, я просто стараюсь смотреть ситуацию со всех сторон, потому что, вот в любой ситуации, как бы, есть две стороны, каждая сторона права по-своему. В этом есть здравый смысл, в этом есть доля логики, но когда объективно ситуация такая, что как бы, ну, что просто как бы, ну, тебе, тебя оскорбили, у тебя там, меня там бывший муж бил, вот я рассказываю, меня был, бил бывший муж, мне он то-то-то-то сделал, мне все-все-все-все-все сделал. Она даже в этих ситуациях умудрялась сказать что-нибудь обесценивающее. Типа, ну ладно, и что теперь, типа, ну, забей, типа, что теперь, плакать, сидеть, ходить, или что? Ну, было и было. То есть, какие-то вот такие вот высказывания были, какие-то обесценивающие твою боль. Вы поняли? Вот, вот, ну, вы понимаете, что я хочу вам донести? Так вот, и я нашла схожие моменты с комментаторами, которые у меня на ютубе пишут, вот эти обсёртские комментарии, и вот с вот этой вот моей бывшей подругой. Я нашла очень много общего. Очень много общего, я нашла. И я просто сделала вывод, что, скорее всего, у моей подруги какой-то есть вот нарциссическое, что-то такое вот в ней есть. Что-то в ней такое есть. Все должно быть вот по ее, как бы выгоду ей. Блин, что-то я вообще разучилась нормально брови красить. А не получается у меня как-то, как-то прям вообще жесть. На минуточку вот этот парень, про которого я рассказала, ну, с которым мы ходили, гуляли какое-то время, вот, ну, там две недели, там, подержались за ручки, все дела, он же там бабник. Ну, он прямо сказал, что он бабник. Я уже сразу поняла, что я с ним не буду ничего общего иметь. Ну, погуляем, как бы, потусим, и ладно. Вот, и знаете, что, в один из дней была такая ситуация, что мы сидим в кафе все вместе в общей компании, и кафе уже закрывается, и остались за столиками сидеть мы, наша компания, ну, с вот этим парнем, с вот этой моей подругой, и сзади нас сидели еще какие-то другие девочки, три подружки. Вот, и вот этот вот парень с моей подругой и еще с одним пацаном, с которым мы были, они отошли курить. И они стоят там в стороне, курят. Вот, а перед этим вот этот вот Эдик показывал мне что-то в своем телефоне. Вот, и мы сидели в телефоне сначала с ним сидели, а потом он ушел курить. Вот, и мы сидели, он показывал что-то в телефоне, фотки там какие-то, что-то в этом роде. И тут получается всплывающее push-уведомление из-за WhatsApp-а. Ему приходит на телефон, а в сообщении написано ты сегодня к ней или ко мне? Я такая, бац, и мы сидим, прикиньте, ситуация, он со мной, вот этот вот Эдик, да, как бы мы сидим с ним за одним столом, и он мне показывает фотки в телефоне, ну, якобы, он со мной, как я с его девушкой. Ну, я не девушка, ну, просто гуляли, да. Вот. И тут приходит вот это сообщение на телефон, и вы представляете, до какой степени ему было неловко? Я такая, у меня глаза на лоб полезли, я такая смотрю и читаю это сообщение вслух. Ты сегодня к ней или ко мне? А кто это, говорю, пишет тебе? Какая-то там, ну, какая-то девчонка ему писала это сообщение. он такой, раз, ему сразу неловко стало, он оставил этот телефон у меня, я ему такая, пиши, пиши к ней. Он такой, бац, 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 к ней написал. И тут она ему отвечает, пошел нахуй. Тут он встал и стоит вот так вот в сторонке, курит, ушел. И она ему пишет, б***бол. А я такая поднимаю голову, он стоит вот так вот в трех метрах от меня, я говорю, Эдик, она написала, что ты п***бол. Он такой, ну и что, я в курсе, типа, вон она, кстати, сзади тебя сидит за столиком. Я поворачиваю голову и вот эти три девчонки, которые сидели сзади меня за соседним столиком, они видели, что он сидит со мной за столом, общается со мной и она ему пишет параллельно сообщение, ты сегодня к ней или ко мне. То есть вы представляете, до какой степени абсурд, до какой степени мужик абсурдно себя вел. То есть он гуляет с девками направо-налево, там одну, вторую, третью меняет и эти девушки тоже как бы не особо брезгливые. То есть она видит, что он там с другой девушкой пытается к ней подкатывать, зажимается и все такое. И она ему еще пишет и ей как бы не взападло все это. То есть она вообще не ревнива. ей как бы ну в смысле вот объясните мне пожалуйста, я вот не понимаю вот этого вот. И короче, ну и вот это вот моя подруга, она же в курсе всего этого была и она мне после всего того, что она про него знала, она говорит, Эдик хороший парень, Маша, не обесценивай его, он классный, он классный. я говорю, ну ок, понятно, хороший так хороший, встречайся с ним. Боже, я в шоке, я просто в шоке. Этот самый Эдик говорил, ой, мне так как-то неловко было, мне было как-то неловко, прям так как-то неудобно. Что там тебе неудобно? Тебе пофигу, завтра ты все забыл. Просто нарисуем стрелки, вот возьмем вот такую вот подводку, я уже не помню как она называется, что за фирма, фирма стерлась. И рисуем аккуратненькие маленькие стрелочки. Вообще, девочки, мальчики, я считаю, что лучше вообще без друзей, чем с такими друзьями, от которым вам плохо. От которых вам плохо, понимаете? Вот как вы считаете, напишите в комментарии, действительно лучше вообще без друзей, чтобы никто вам жизнь не отравлял, никто не портил вам настроение. То есть, чтобы у вас было спокойное, умиротворенное состояние души, а не вы постоянно на иголках, что же вам завтра скажут, что же вам завтра ляпнут. Я считаю, что не надо терпеть людей в своей жизни, с которыми вам плохо. А вот, кстати, вот такого плана люди, как моя бывшая подруга, они всегда говорят, ой, Маша, ну ты, если ты так сейчас будешь перебирать, такая прям вся гордая, такая прям вся эта, ты вообще без друзей тогда останешься. Ты вообще, тогда вообще можно без друзей остаться. Тогда вообще, типа, можно как-то это самое и промолчать где-то, можно где-то и простить. Я говорю, в смысле без друзей остаться? А зачем тебе терпеть какие-то унижения, оскорбления, лишь бы не остаться одной? Зачем мне такие друзья? Я лучше без друзей буду, реально. То есть тут, кстати, очень сильно схожая ситуация, как вот терпеть мужика, абьюзера, какого-нибудь алкаша, лишь бы не остаться одной. Страх остаться одной. Вот дружба, это тоже касается, девочки, вы поняли? Поэтому такие люди токсичные, они потому что сами токсичные и они, им все равно, они где-то какую-то херню мимо ушей пропустят, там, не посмотрят, там, простят, промолчат. Ну, не то, что простят, им просто пофигу, они же бесчувственные. Вот. А вы чувствительные, вы эмпаты, не терпите какие-то обиды в свой адрес, какое-то вот неуважение, какое-то обесценивание, плохо вам с этим человеком, плохо вам с этой подругой, не общайтесь с ней. Не общайтесь. И не надо вот эту вот фразу, ой, если так перебирать, можно без друзей остаться. нахуй мне такие друзья нужны, нахуй мне такие друзья нужны, и они мне нужны. Я найду чем себе заняться. Сильная, здоровая личность, она сама по себе независимая единица. Мы пришли в этот мир одни, мы одни родились. Мы как бы, естественно, в этой жизни справляться одному и плыть по течению одному. Тебе должно быть комфортно с самим собой наедине. Что, мне нечем заняться? У меня YouTube канал. У меня там, я вернусь к танцам, я вернусь к полдэнсу обязательно. У меня полдэнс. У меня сейчас ребенка в садик отправлять через месяц. У меня куча дел, что я буду на каких-то токсичных друзей время тратить, которые будут меня обесценивать и говорить, что ну насрали тебе там голову, Маш, ну а что здесь такого? У нас свобода слова, свобода выбора, ну мили право, и что? Ты слишком ноешь, ты слишком придираешься, господи, ничего такого, боже мой, что ты ноешь? Вот, вот это вот трэш просто. Мне кажется, лучше бы, если бы тебе в лицо сказали бы, да ты педагог, типа, вот это вот как бы более легко воспринялось бы, чем вот это вот медленное, медленное, такое токсичное обесценивание, которое потихоньку тебя разрушает, разрушает, разрушает. Кстати, вот эту вот мою подругу токсичную очень сильно раздражал мой ютуб-канал. Не то, что раздражал, а она его принципиально вот как-то не смотрела. Вот она знала, что у меня есть ютуб-канал. Люди, когда со мной знакомятся, они как бы, ну когда узнают, что у меня ютуб-канал, они как-то там заинтересовываются, там знаете, типа, ух ты, у тебя ютуб-канал, дай ссылку. То есть эти люди, они как бы заинтересовываются, как-то расспрашивают, ну они как-то, а это подруга моя, с которой мы общались несколько лет, и она принципиально не смотрела мой ютуб-канал, принципиально. уже как-то вот мы сидели в компании, и в компании, в большой компании завелся разговор, ой, Маш, там расскажи про свой ютуб-канал, ну что-то как-то про мой ютуб-канал зашла речь. Она такая, ой, так, я что-то не поняла, а я что, единственная здесь, кто не смотрел Машин ютуб-канал? Ну, то есть, я понимаю, может быть, тебе неинтересна такая тематика, не всем она интересна, не спорю, но если я знакома лично с человеком в жизни, да, как бы, если, и он ведет какой-то ютуб-канал, даже если он там рассказывает про аквариумных золотых рыбок или про карбюраторы, что мне вообще абсолютно неинтересно, я все равно посмотрю, потому что это мой знакомый из жизни, мне интересно, как человек ведет канал, да, как бы это интерес, а это, понимаете, как подруга моя, с которой мы общаемся несколько лет, и она принципиально, не смотрела мой ютуб-канал, то есть, что вот это такое, как бы, я не знаю, может быть, зависть какая-то, вот, вот она вот принципиально, вот знаете, вот прям, и когда речь заходила в компаниях про, про то, что я там, ну, у меня люди интересуются, спрашивают обо мне, о моем ютуб-канале, и она начинала меня подкалывать, вот, ой, Маша, ты так и любишь, чтобы все обсуждали тебя, ты прямо кайфуешь от этого, чтобы все обсуждали тебя, ты прямо, вот, ты бы вот прям только о себе и рассказывала, только о себе и рассказывала, я говорю, человек у меня спросил, человек поинтересовался, я и рассказываю, в чем проблема, что завидная, или что, то есть, вот такая вот была еще обесценивание, в итоге что, ну, как бы, все, дружба кончилась, и, честно говоря, я вздохнула с облегчением, мне не нужны такие токсичные люди, которые отравляют мне жизнь, сейчас сделаю тушью, прокрашу тушью верхние реснички и нижние, блин, на этом глазу у меня еще нарощенные остались куски, я их пыталась выдрать, но они не выдираются, представляете, у нас осталось самое малое, это губы, не знаю, губы, наверное, сделаю какие-нибудь розовенькие, нейтральные, обведу сначала карандашом, и заполняем помадой, розовенькой нюдовой помадой какой-нибудь, я не боюсь быть смешной, я не боюсь быть нелепой, я не боюсь быть самой собой, я не боюсь выражать свои мысли, потому что я никому ничего в этой жизни не сделала плохого, я никому не обманула, не украла, не предала, не подставила, мне нечего бояться, понимаете? все, голова еще немножечко сырая, потому что я только помыла голову, в общем, вот такой вот получается, а, давайте добавим чуть-чуть хайлайтера, вот такой вот хайлайтер сюда, тык-тык-тык-тык, тык-тык-тык-тык, вот тут вот, чтоб поблескивало, вот тут чтоб поблескивало, и размажем, тык-тык, все, ну что ж, вот такой вот получился макияж, совершенно простой повседневный макияж, сегодня я не думала заморачиваться, как-то там тени, какие-то переходы накладывать, просто вот такой вот скромный повседневный макияж то есть это вот стрелки брови и помада ничего особенного ну сколько он мне его если не болтала на него у меня ушло минут 10-15 вот как бы в общем если вам нравится это видео ставьте пожалуйста лайки если не нравится ставьте дизлайки пишите пожалуйста комментарии внизу под этим видео оставляйте обязательно свое мнение по поводу дружбы по поводу токсичных подруг по поводу парня блядуна тоже пишите свои комментарии в общем подписывайтесь на мой youtube канал и ставьте колокольчик об уведомлении ну и конечно же всех люблю всем пока